так продолжу значит всем здравия огромнейшего и продолжу да по поводу вот вопрос по налогам многие меня спрашивают как ты такой вот нехороший человек живешь нашими ресурсами пользуешься налоги не платишь документы типа уничтожил такой ты вот ребят а вы читали вот например вот налоговый кодекс российской федерации если вы защитники эрефии что над миро да вот прям по выписывал это когда тоже был суд человек меня просил прийти и как бы то что я статьи по крайней мере знала он там нифига не это и представитель от налоговой пришел я ему задают эти вот вопросы игру как так настоящий кодекс российской федерации статья 12 до пункт 5 федеральный региональные местные налоги сборы отменяются настоящим кодексом на что она не знаю что-то там я говорю а как вы представители сами законов ничего не не знаете смысле это вот в итоге суд не состоялся а перенесли дело на тот там что-то который меня просила помощи сам схеровничал мы по ходу не по совести живет и не зря у него эти 150 тысяч там сняли вот но зато пришел я домой еще подробнее все изучил и вот распечатал вот такое вот это на случай чего это именно что касается налогом налоговым сбором и что хочу сказать вот те которые считают что я там не плачу ребят есть вот например вот смотрите возьмем автомобиль да вот автовладельцы раз в году платят за автомобиль да ну ежегодный налог есть еще такой который входит стоимость за литр стоимость горючего да вот и получается я приобретаю бензин как же я не плачу если за дороги заплатил уже в бензине а второй раз тип вот это ежегодно почему избить был спортный спор прошел налог все два налога осталось еще третий когда ты автомобиль покупаешь уже ндс туда встроена потом запчасти покупаешь тоже все эти налоги там уже встроены и вы говорите что я не плачу налоги я просто не хочу чтобы не с меня в три шкуры драли как с вас вот и все что касается по налогам также кушаю красную рыбку икорку и все такое и никто мне ее не продаст дешевле чем чтобы там это как говорится все же высчитывают транспортное там и вот то что привести до места и с них налоги там берут и они естественно все это в цену и хочешь не хочешь берешь если не хочешь покупать не платя вот эти вот налоги как говорится которые в цену входят то тебе говорят иди вон в другом месте ищи где-то кто тебе продаст вот и все поэтому не говорите что я не плачу налоги все также плачу за свет и за все просто за землю не плачу потому что они ее не изготавливают они ее сами смысле ничего не делать так почему я должен за землю платить за дом почему я должен платить за дом который я построил это за материал который получается я стройматериал покупал и естественно там тоже был ндс все такое и выходе и посуды и вы потом еще построили на своей получится ты заработал деньги из тебя высчитали налоги зарплаты потом ты пас на вот эти чистейшие деньги пошел купить материал на дом да там опять тебе еще раз налогами и потом ты построил да и потом ежегодно опять же платишь еще налог вы вообще задумываетесь нет вот кто вопрос таки задает и говорит о том что типа ты не платишь налоги вот такой-то гад вы сами-то себя видите вы считать вот выберете школе учились там такие все таки там если где-то там букву где-то увидели что-то опечатку такие все знатные а как тут посчитать не можете что 80 90 процентов вы со своих средств отдаете просто в никуда вас просто пасут в 1 видео длинном не буду делать изучайте задавайте вопросы может еще что отвечу но знаете налоги хочешь не хочешь плачу как и вы ну не совсем как вы понимаю за что можно платить и за что нет но когда еду по платке поднимаю шватбаум проезжаю то знаете за бензин я заплатил то есть а там в цену входит асфальт и эти даже эту дорогу строили на наши средства как и например и энергосеть все это наши предки бабушки дедушки может я в прошлой жизни сам эту лэп тянул а сейчас ее кто-то приватизировал и смысле из меня как говорится в три дорогая берет а кому-то там продает за копейки думаете всем добра здравия любви любите быть любимыми люблю всех без обид здравия всем а а а